итак всем привет уважаемые зрители моего канала сегодня я вам пространную беседу проведу в новом формате о своей жизни о покупке видеокарт о покупке в магазинах и вообще обо всем о чем мне придет в голову буду очень долго разговаривать с вами потому что вы видите я сейчас не на дипфейке а в маске поэтому мне дипфейк не надо долго рендерить и не надо долго за компьютером работать чтобы дипфейк этот готов был поэтому видео получится очень длинное значит первонаперво я вам расскажу о своем здоровье что у меня произошло за последнее время у меня вообще организм такой слабый что у меня присутствуют хронический танзелит и аллергия вот из таких вот заболеваний из хронических аллергия на пыльцу лебеды амброзии как вы знаете лебеда и амброзии начинает свести с середины августа и до сентября она цветет до конца сентября поэтому у меня как правило вот в этот период времени середина августа и до конца сентября у меня повышенная слезливость глаз сопли текут насморк и вот такая вот у меня неприятная канитель со здоровьем происходит из-за аллергии то есть вот это вот пыльца от амброзии от лебеды она раздражает мне верхние дыхательные пути то есть носоглотку раздражает ушные вернее эти носовые пазухи раздражают и вызывает слизь выделение слизи в носу потом слезливость повышенную вызывает как я от этого лечусь я вам расскажу значит от аллергии существует множество препаратов различных в частности я конкретно использую лоротадин это такой вот антиаллергенный препарат лоротадин называется наверное от производная от лор то есть ухо горло нос то есть она защищает вот именно вот эту вот лор систему от аллергии лоротадин но это мои предположения я не знаю как на самом деле может быть это никак не связано вот этот приставка лор никак не связано с ухо горло носом так что это лишь мои предположения и вот значит что я вам хочу сказать еще аллергия у меня вот в последние последнюю неделю последние два-три дня очень хреново на боли в голове отдает то есть вот у меня вот здесь вот где лоб у меня там гайморовые пазухи и они забиваются по-видимому соплями слизью и очень болит вот здесь вот где лоб где вот где как это называется где брови надбровные дуги вот там вот у меня боль сильная как я ее купирую я ее купирую анальгином то есть от боли в голове вы знаете анальгин используют вот я анальгином убираю боль во лбу в районе лба вот видите у меня еще кашель да и вот в придачу к этой аллергии из-за чего у меня сопли текут у меня еще была простуда как я вам говорил с 11 августа когда я искупался под холодным душем у меня с тех пор простуда и вот до сих пор она еще и не прошла то есть залечил я вот ангину вот боли в горле аджесептом рассасываемыми таблетками аджесепта я вылечил ангину но это не ангина это ангиноподобная такая хрень когда горло болит просто когда боли в горле обычно говорят что это у тебя ангина а это какая-то ангиноподобная фигня но по сути дела это простуда даже вот я подозреваю если сейчас проверится то вполне возможно я заболел коронавирусом но из-за того что я привит и у меня иммунитет на хороших показателях находится у меня этот коронавирус протекал относительно легко никакие легкие не задеты вот у меня только остаточный кашель остался вот как он как подтверждение я прокачивался то есть остаточный кашель остался и значит сопли текут и от аллергии и от простуды и вот такой вот голова болит такой вот у меня состояние несостояние как некоторые говорят то есть очень такое паскудное состояние здоровья вот так вот я вам могу это описать свое состояние что очень хреновое состояние здоровья так ну о своем здоровье я поговорил наверно больше чем пять минут теперь перехожу к другим темам своего выпуска разговорного расскажу вам опять как вы любите о видеокартах о покупке видеокарт вот в конце августа 2022 года сейчас такая ситуация сложилась на компьютерном рынке видеокарт что в китае видеокарты стоят очень дешево то есть из китая видеокарты продают на озоне там много китайских фирм зарубежных иностранных и они продают китайские вот эти вот видеокарты на озоне и как правило на озоне самые низкие цены 3080 видеокарта rtx 3080 может стоить от 54 тысяч от 55 до 60 тысяч рублей хотя вы знаете в белых магазинах типа dns city link онлайн трейда сейчас цены на 3080 начинаются от 79 тысяч рублей и до 100 тысяч они даже до 123 некоторые наглецы повышают на хорошие модели видеокарт rtx 3080 до 123 тысяч повышают цены ну вот я вам хочу сказать что rtx 3080 это самая козырная видеокарта на 10 гигабайт видео памяти или на 12 гигабайт вот вы ее можете купить на озоне от 55 до 60 тысяч в dns и в city link в онлайн трейде и в других подобных магазинах вы можете купить ее ну грубо говоря от 74 тысяч от 79 тысяч и до 100 как найдете вот в city link я допустим находил за 86 тысяч 12 гигабайт даже за 85 тысяч 12 гигабайт на видеокарту полит rtx 3080 еще я вам хочу сказать что если вы хотите небольшой прибавок fps то бишь кадров в секунду в играх то вам лучше купить не rtx 3080 rtx 3080 ти то есть вот этот приставка ти она где-то 5 процентов 5-7 процентов производительности дает видеокарты rtx 3080 как вы понимаете приставка ти это более лучшая версия чем обычная 3080 и опять же обычная 3080 бывает 20 года модель это 10 гигабайтная и бывает 22 года модель rtx 3080 это на 12 гигабайт вы можете посмотреть это сравнение производительности видеокарт на сайте чайником точка ком вот там обозначена 10 гиговая версия rtx 3080 как за 2020 год а 12 гигабайтная версия rtx 3080 обозначена как за 22 год модель то есть ну естественно более новая модель там она более производительная более мощная более предпочтительная для покупки там у нее еще кстати шины видеопамяти немного пошире там 384 бита по по моему 12 гигабайтной rtx 3080 а у 10 гигабайтной rtx 3080 всего 320 бит шина видеопамяти ширина пропускания видеопамяти вот как вы понимаете чем больше бит тем быстрее работает тем выше пропускная способность видеопамяти то есть тем быстрее работает эта видеопамять то есть 12 гигабайтная версия она лучше и новее у rtx 3080 от nvidia так ну вот я вам рассказал о видеокартах это второе вторая часть была моего рассказа и теперь третья часть моего рассказа как магазина завлекают покупателей свои цепкие лапы значит вот я вам хочу рассказать что вот конкретно за сегодняшний день за 25 августа 22 года мне пришло два интересных предложения от сбер мегамаркета от магазина пришел промокод на 700 рублей а двух с половиной тысяч рублей то есть покупаешь на две с половиной тысячи рублей какой-нибудь товар ну грубо говоря кожаную сумку вот я хотел купить из натуральной кожи вот она стоит где-то 2520 рублей и вот с этой цены промокод снимает 700 рублей скидки и получается что вы купите не за 2520 рублей а за 1820 рублей то есть 700 рублей скидка вам будет это вот так вот магазинная такими ухищрениями такими вот промокодиками они привлекают себе покупателей чтобы ты у них что-нибудь купил и второй момент в альдорадо тоже сегодня же 25 августа 22 года привлекли меня ну как покупателя такой вот вещи что подарили мне 500 бонусов то есть тут можно списать 30 процентов бонусов то есть допустим вы покупаете на 1000 рублей что-то 300 бонусов списывайте и платите всего 700 рублей вместо тысячи вот такого плана скидка в альдорадо и подарили они мне 500 бонусных рублей у меня там еще было 60 бонусов то есть получилось что у меня 560 бонусных рублей и вот я думаю то ли купить себе штативчик какой-нибудь но у меня уже старых штативчиков целая куча дома так что особо я не хочу покупать этот штатив либо купить себе светофильтр для фотоаппарата но опять же у меня новых объективов нету поэтому этот светофильтр будет лежать ждать пока я объектив куплю чтобы на этот новый объектив установить светофильтр вот этот вот новый цена вот за эти светофильтра где-то сейчас 400 рублей 420 рублей то есть если я 30 процентов оплачу там они мне получится за 280 рублей допустим 400 рублей стоит вот за 280 я примерно куплю этот светофильтр также вот думал может быть мне купить этот флешки usb 3.0 они очень быстрые флешки там у них скорость записи 30 мегабайт в секунду а скорость чтения 100 мегабайт в секунду и флешка на 64 гигабайта стоит не очень дорого где-то 499 рублей usb 3.0 там на нее еще скидка дополнительная вот значит я вам рассказал меня сопли уже замучили мне надоело сидеть тут вам рассказывать у меня сопли текут как вы можете видеть что я даже отхаркиваю эти сопли так что на этом мне неудобно записывать дальше этот видос на этом я заканчиваю его ставьте ваш королевский лайк подписывайтесь на мой канал всем счастливо всем гудбай до новых встреч на моем канале всем пока